Разгар рабочего дня. Центральная площадь Уссуриска сотрудники в погонах несут службу. Стандартная ситуация. Только повод для остановки автовладельцев на этот раз не совсем стандартный. За проверкой технического состояния авто следует проверка хозяина. Для начала по базе ГИБДД. Диктует водитель 25 Ульяна Елена, 288 328. Дальше за работу берутся сотрудники сразу двух ведомств. Налоговой инспекции и службы судебных приставов. В работе два ноутбука и две базы данных. В считанные секунды становится понятно, поедет водитель дальше или придется задержаться. Есть имущественные налоги, есть налоги индивидуальных предпринимателей. Они в основном, основную часть составляют нашего отдела. Взыска на сегодняшний день, на сегодняшний момент за отчетный период, за 10 месяцев порядка 40 миллионов рублей. Но это не предел. Такой выход на дороги – мера вынужденная. Не торопятся раскошеливаться жители Уссурийска. Пренебрегают уплатой налогов, алиментов и штрафов. Это второй совместный рейд нескольких служб города. Эффект от первого был мгновенный. Граждане, которых мы останавливали, пришли, оплатили полностью все свои задолженности. Также на месте здесь у нас был составлен акт описи ареста имущества. Был арестован сотовый телефон за неуплату. Кстати, оплатить долг судебным приставам можно на месте. Но, как говорят здесь, лучше платить по счетам вовремя. Иначе минутная проверка может затянуться. На составление протокола, выписку чека и изъятие имущества требуется время. В этом рейде все автовладельцы оказались дисциплинированными плательщиками по счетам. Однако в службе судебных приставов числится 55 тысяч должников. Кстати, с нового года появится новая мера воздействия на неплательщиков. При наличии долга в 10 тысяч рублей у автовладельцев будут отнимать водительские права.